Ооооо, блять! Я горю! Ооо, Жоба горет! Fire Censor и Fire Source Урок пиромании и Пожаротушения Первым делом создаем браш и обращаем его в фанк фейсбокс Наделяем его именем и рядом создадим 2 Anyway с одинаковыми именами и приклеим их к брашу Рядом поставим Fire Source Данная Entity обнаруживаетamin Envy Fire и автоматически поджигает их чуть подальше поставим envy fire сенсор данный объект тоже обнаруживает envy fire и отслеживает силу огня в outpads пропишем когда entity замечает достаточно сильный огонь в своем радиусе он будет угасать как вы понимаете данная entity является той самой противопожарной системой подробнее о поговорим дальше сейчас просто оценим результаты работы в самом начале игры доска сама возгорается а точнее это делает fire source если унести доску за предел действия идите она не погаснет но если поднести к fire сенсор огни гаснут как только возвращаемся в радиус fire source огонь опять разгорается и так может происходить до бесконечности вернемся в хаммер и познакомимся ближе с fire сенсор размещаем один envy fire и даем ему имя справа от него ставим envy steam он будет имитировать поток пара над огнем поставим fire сенсор перейдем к его outpads командам когда огонь будет достаточно силен включить пар и потушить огонь через две секунды дополнительно когда огонь будет ослаблен отключить пар осталось поставить триггер который будет запускать огонь готова но не совсем если сейчас запустить игру то ничего кроме огня работать не будет спрашивается почему так я нигде в сети не встречал обсуждений данной темы но додумал все сам дело вот в чем по дефолту fire сенсор реагирует на огонь только если размер того равен 32 поинтам если взглянуть на envy fire то его размер 64 так чем же проблема а проблема в двух вещах во первых огонь воспламеняется не моментально должно пройти 4 секунды прежде чем он будет в полную силу и второе самое неочевидное чтобы сенсор срабатывал на него должно действовать или два envy fire по 64 поинта или один на 128 то есть берете число заданное сенсоре и умножаете его в 4 раза только тогда вы получите нужное значение то есть если у огня размер 64 не делим а4 получаем 16 поинтов для сенсора а если нам нужно чтобы сенсор моментально фиксировал огонь то нужно посчитать все так чтобы за одну секунду огонь набирал нужный размер скажите она вам надо зачем такие сложности почему о них нигде не написано спустя рукава запускаем карту и наблюдаем имитацию пожара и его тушение а теперь я молча покажу вам точно такой же пожар и тушение но без геморроя и стоило ли она тех мучений с калькулятором не думаю ладно бог с этим сенсором теперь разберемся как поджигать npc модели и брашевые entity ставим два триггера и зомби первый триггер поджигает npc 2 его тушит обязательно нужно указать что изначально триггер выключен переходим в аут под зомби и пишем как только зомби начинает гореть включить второй триггер если зомби не подожгли то и триггер без надобности вот вам и пожарная система если бы мы использовали fire сенсор то пришлось бы к зомби клеить envy fire ибо этот поганый сенсор замечает лишь его пламя ху на него еще раз тьфу на тебя с моделями и физбоксами история точно такая же только там есть своя проблема браши и модели просто так не поджечь для этого устанавливаем envy entity igniter называем его указываем в качестве цели модель и браш они же пишем сколько секунд будут гореть объекты через триггер поджигаем это дело проходит время и пламя угасает что делать либо устанавливать чуть ли не бесконечное время горения либо оставим logic таймер и зацикливаем горение следующим образом триггер сначала запускает горение сам единожды вместе с этим и таймер таймер будет отключаться когда мы выходим за пределы триггера надеюсь понятно вот такие дела с огнем его тушением на сорс сплошные костыли и сплошная боль на этой оптимистичной ноте я буду заканчивать видео обычными словами удачи тумадачи тумадачи